Слово святого Иоанна Златоуста о злословии. Что пользы, братья, когда мы воздерживаемся от птиц и рыб, а братьев угрызаем и снедаем? Ты не вонзил зубов вплоть ближнего, вонзил его душу злую речь, ранил его худою молвою, сделал тысячу зол и себе самому, и ему, и многим другим. Никто не говори, тогда злословил бы я, когда бы говорил неправду. Но если говорю истину, то уже не злословлю. Хотя бы в твоем заслове и была истина, и в таком случае оно преступно. Хотя бы в твоем заслове и... Фарисей злословия мытаря говорил истину, но это не принесло ему никакой пользы. В самом деле, скажи мне, разве мытарь не был мытарь и грешник? Всякий видит, что мытарь. Но при всем том фарисей за осуждение его все потерял. Хочешь исправить брата? Поплачь, помолись Богу, дай ему увещевания наедине, посоветуй и попроси. Покажи любовь грешнику, верь его, что напоминаешь ему о грехе, усердствуя и заботясь о нем, а не желая обесславить его. Но убеждаю тебя заграждать уши не только от злословящих, но и от тех, которые слушают злословящих и подражать пророку, который говорит, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Псалом 100, 5 стих. Скажи ближнему, ты намерен похвалить кого-нибудь и одобрить? Открываю слух, чтобы принять это благовоние. Если же хочешь злословить, заграждаю вход твоим словам, потому что не могу принять помета и нечистоты. Что за польза для меня узнать, что такой-то злой человек? Напротив, отсюда величайший вред и крайний урон. Скажи ему, позаботься о себе, позаботимся о себе самих, о том, как нам дать ответ за свои грехи, и обратим на собственную жизнь эту пытливость и это беспокойное выведывание. Какого нам ждать извинения, какого прощения, когда мы о своих грехах и не думаем, а о чужих так любомудрствуем. Как неприлично и весьма стыдно мимоходом заглядывать в дом и подмечать, что в нем делается, так крайне неблагородно и любопытствовать о чужой жизни. Еще смешнее то, что ведущий такую жизнь и не заботящийся о своих делах, открывая какую-нибудь тайну, умоляют и заклинают того, кто их слушает, не пересказывать никому другому, чем и доказывают, что они не сделали дело достойное осуждению. Если ты упрашиваешь его не пересказывать никому другому, то тем более тебя самому не следовало прежде говорить ему об этом. Слово было у тебя в полной власти, а ты, предав его, теперь заботишься о сохранении его. Если хочешь, чтобы оно не перенесено было к другому, то и сам не говори. А когда уже ты передал хранение слова другому, то лишнее и бесполезное дело уговаривать и заклинать, чтобы он хранил, что ему сказано. Выслушал ты слово, пусть умрет оно с тобою, не бойся, не расторгнет оно тебя. Сераха 19, глава 10, стих. Что значит, да умрет с тобою? Скрой его, закопай. Не позволь ему выйти или даже как-нибудь вообще двинуться. Но всегда более старайся даже не допускать, чтобы тебе говорили худо о других. А если когда и услышишь что-нибудь, подави, умертви сказанное, предай забвению, как будто ты не слышал, тогда будешь проводить настоящую жизнь весьма мирно и безопасно. Сами злословящие, когда узнают, что мы питаем большое отвращение к ним, нежели к тем, кого они оговаривают, оставят когда-нибудь эту худую привычку. И справятся от своего недостатка, станут потом хвалить других. И нас самих провозгласят своими спасителями и благодетелями. «И в самом деле, как доброе слово и похвала служат в начале дружбе, началом дружбе, так злоречия и клевета бывают началом и поводом к вражде ненависти и тысячи расприи. И не другое, что доводит нас до нерадения о своих делах, как пытливость и разведывание о чужих делах. Потому что кто любит злословить и разведывать о чужой жизни, тому некогда заботиться о собственной жизни. Так как он употребляет все свои старания на разведывание о чужом, то все принадлежащее ему самому по необходимости остается в небрежении. И как было бы хорошо, если бы ты, употребляя все время на попечение, осуждение о своих собственных грехах, мог сделать какой-нибудь успех. Но так как ты постоянно заботишься о чужом, то когда тебе подумать о своих собственных недостатках? Будем же возлюблены избегать злословия, зная, что это настоящая пропасть дьявола из-за подня, устроенная его коварством. Дьявол довел нас за этой привычки для того, чтобы мы не заботились о самих себя и подвергали себя тягчейшей ответственности. Но беда не в том только, что мы дадим тогда отчет в словах своих, но и в том, что мы через это сделаем свои собственные грехи более тяжкими и лишим себя всякого извинения. Кто строго расследует чужие поступки, проступки, тот не получит никакого снисхождения к своим собственным, потому что Бог произнесет суд соответственно не только свойству наших преступлений, но и твоему суду от других. Поэтому и внушает он «Не судите, за несудимы будете» Матфея 7 глава 1 стих. Так как грех явится нам там не только таким, каков он был, но и получит большое и неизбежное прибавление от произнесенного тобой суда о твоем собрате. Как человеколюбивый, кроткий и снисходительный человек значительно уменьшает тяжесть грехов. Так жестокий, суровый и неумолимый много прибавляет к своим грехам. Если бы кто-нибудь начал ворочать по мед в то время, как ты проходишь, скажи мне, не стал ли бы ты бронить его и укорять? Так поступи и со злословищами, потому что не только тронутая с места нечистота поражает обоняние тех, до кого доходит ее зловоние, сколько рассказы, выводящие наружу чужие грехи и раскрывающие нечистую жизнь, оскорбляет и возмущает душу тех, кто и слышит. Аминь. Аминь.